Библейский портал экзегет.ру представляет Бога. А 16-й, что из этого следует для праведника? Молитва Давида, он имеет этот заголовок, который отсылает нас, конечно, к личности царя Давида, но он не обязательно является автором этого псалма в буквальном смысле. С другой стороны, в жизни Давида мы много видим моментов, которые позволяли бы ему произнести эти слова. «Услышь, Господи, невинного, внемли крику моему, молитву выслушай, ведь не лгут мою пусто. Ты рассудишь тяжбу мою, твои очи видят, кто прав. Ты всмотрелся в сердце мое, пришел ночью меня испытать. Не нашел ты за мной вины, на устах моих нет зла. Что бы ни делали люди, соблюдаю я слово твое. Мне с преступником не по пути. Мои ноги идут по путям твоим, я иду и не оступлюсь. Я взываю к Тебе, Боже, ответь, ухо склони, услышь меня. Яви милость надеющимся на Тебя, своей рукой от врага защити. Как зеницу ока меня храни, в тени крыл твоих укрой, от нечестивцев, что грабят меня, от заклятых врагов, что обступили меня. Они жиром заплыли, надмен на их речь, они выследили, окружили меня, смотрят, как бы повергнут на землю. Они, как добыча, жаждущий лев, как в засаде сидящая львица. Вступись, Господь, против них выйди, повергни их, своим мечом избавь меня от злодеев, рукой своей истреби их, Господь, истреби их в этом мире. А те, кто тебе дорог и худел среди живых, ты наполняешь их чрево, будут сыты и останется еще и детям их и младенцам. Невиновен я и увижу лицо твое, от начала дня буду полон образом твоим. Я невиновен. Вот христианину трудно произнести эти слова, но он начинает с этих слов и ими заканчивает. Человек в Ветхом Завете во многом себя ощущает иначе, чем в Новом Завете, даже праведный человек. И вот здесь как раз ему важно осознавать свою правоту, из нее проистекает все остальное. Но мы видели в предшествующих псалмах, что правота не означает безупречности, не означает того, что человек вот прям ничего никогда дурного не делает. Она означает скорее то, что человек остается с Богом, и что он ведет себя определенным образом по отношению к другим людям. И, соответственно, он просит Господа его выслушать. Не лгут мои уста. Вот главное условие – Бог может выслушать все, кроме лжи, потому что ложь – это рассказ о том, чего нет. Бог может встретить и принять любого человека, кроме того, кто носит маску, да, кто закрывается от него, потому что такой человек сам с ним не вступает в общение. Ну и тут он так довольно самоуверенно говорит, ты пришел ночью меня испытать, не нашел ты за мной вины, на устах моих нет зла, вот я чист, я не порочен. Да, вот для псалмопевца это невероятно важно, мои ноги идут по путям твоим. И из этого, собственно, все вытекает. В христианстве не принято говорить о своей невиновности, но ведь в этом есть очень серьезная и важная логика. Если человек нечестивец, если он противится Богу, то как он Бога будет просить? И вот псалмопевец говорит, нет, я на твоей стороне, я твой, я за тебя, я с тобой. Ровно поэтому услышь меня, защити, храни. Нечестивцев он описывает вполне конкретно, они жиром заплыли, надмен на их речи, да, то есть вот они, понятно, что это не просто про физическую комплекцию тела, а вот это состояние самодовольства, да, когда человек вот все вокруг себя подчиняет своим удовольствиям и пожирает окружающий мир, да, в этом смысле он заплывает жиром. И вот они, как добыча жаждущий лев, как львица, вот довольно резко все это о них сказано, против них выйди, повергни меня своим мечом, избавь меня от злодеев, рукой своей истреби их, убей их. Но что очень важно, убей ты. Очень много в мире было и будет людей, которые говорят о себе как о праведниках, о грешниках они хотят убить, да. Вот здесь псалмопевец говорит, я праведник, они грешники, но ты их убей, я не буду этого делать, я оставляю это право мести, я оставляю вот это наказание для тебя. А те, кто тебе дорог и худел среди живых, ты наполнишь их чрево, будут сыты, останутся детям. То есть он даже не просит об этом, это как бы и так понятно, да, он просит покарать нечестивцев, но именно оставляет эту месть для Бога и сам не собирается ее предпринимать. И добавляет, невиновен я увижу лицо твое, буду полон образом твоим. Это удивительно красивое выражение, буду полон образом твоим. Не просто я с тобой, я на твоей стороне, я делаю то, что тебе угодно, но вот эта наполненность образом, то есть все то, что во мне есть, все то, что я, собственно говоря, делаю, предпринимаю, оно в тебе, для тебя, ради тебя, и, собственно, поэтому я и говорю, что я твой. Вот такой шестнадцатый псалом и еще более разительным таким признанием в любви буквально прозвучит следующий, семнадцатый.